здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала вас приветствует алена арис я таровок и психолог первую очередь от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии которые вы оставляете под моими видео за многочисленные лайки за то что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады мне очень и очень приятно и сегодня дорогие мои девочки для вас расклад очень интересный сделает ли ваш мужчина первый шаг или все конец отношения этот вопрос я слышу ежедневно на личных консультациях несколько раз в день поэтому решила именно вот так как звучит вопрос вашими устами вот так и и сформулировала тему данного расклада и посмотрим мы с вами сегодня конкретно сделает ли он этот первый шаг когда какой то будет первый шаг ну и дальше уже по ситуации да я буду докладывать карт как вы понимаете вам нужно выбрать своего мужчину из четырех королей для начала я проговорю вам характеристику каждого короля это король жезлов или огненный король на король огня это знаки зодиака овен лев стрелец но по знаку зодиака не обязательно он совпадет по то простой причине что у вашего мужчины тоже может быть ацендент в другом знаке либо могут другие планеты влиять да поэтому выбирайте больше девочки все-таки интуитивно и так мужчина у которого рыжие или белокурые волосы светло-карий или серые глаза даже несмотря на то что в этой колоде он темный да то тем не менее все равно король жезлов это именно рыжие или белокурые волосы дальше девочки следующий король а я характеристику не сказала до яркий лидер яркий энергичные жизнерадостные целеустремленные то есть выбирайте так как вы чувствуете следующий король это король кубков это очень такой веселый обаятельный мужчина мужчина который любит заботиться очень чувственный эмоциональный но хорошем смысле слова да именно смысле позитивных эмоций мужчина светлый шатен любой оттенок светлых волос у нас здесь такой же именно светлый волосы с голубыми или зелеными глазами девочки вот такой красивый но и в жизни вот короли кубков это мужчины действительно очаровательные их нельзя назвать красивыми но они очень перетягательные и симпатичные знаки зодиака это рыбы рак скорпион дальше следующий король это король мечей то такой серьезный мужчина очень правильный до который умеет сдерживать свои эмоции внешне холодноватый волевой но при этом несколько конфликтный скорее всего служащий каких-то официальных органов это может быть полицейский юрист то есть мужчина который привык к порядку вся жизнь его действительно по распорядку вот такой мужчинам не все конечно официальные органы я перечислила но я думаю вы и сами знаете что относится к официальным органам не сказала знак зодиака и внешность это мужчина у которого темные волосы и темные глаза любого оттенка знаки зодиака близнецы и весы водолей дальше девочки король пентаклей это мужчина практичный мужчина у которого черные волосы темные глаза чаще всего это мужчина обеспеченный или богатый знаки зодиака телец дева козерог мужчина очень продуманный но несколько медлительный на то есть сначала долго все обдумывает потом только действует но это мужчины зачастую надежные то есть он долго очень принимает решение но если уж он это решение принял то есть примеру а жениться на вас дату поверьте мне скорее всего всю жизнь с ним и проживете если вы сами не захотите от него как-то избавиться вот такой мужчина выбирайте именно вот то есть не обязательно по описанию или поздно к зодиака может быть вы услышали именно характеристика очень подходит вашему мужчине или наоборот описание то есть именно интуитивно даю вам девочки три секунды и приступаем к раскладу не проговорила я сегодня обращайте внимание на подсказки да и все остальное но я думаю вы так все помните кто постоянно смотрят мой канал итак начинаем естественно то свою выбрали своего короля начинаем мы с вами с короля жезлов и посмотрим сделает ли реально ваш мужчина первый шаг примирению или восстановлению отношений то есть не обязательно у вас была ссора бывает так что мужчина просто пропадает без объяснений вот какую когда он этот шаг сделает и какой это будет шаг если он действительно шаг за это тогда посмотрю перспективу ваших отношений итак смотрим девочки сделает ли ваш мужчина первый шаг когда он не сделает какой это будет шаг с его стороны конкретное действие какое будет и перспективу до ваших отношений то есть после его шага будут продолжаться ли ваши отношения до девочки вполне даже посмотрим итак по пятерки мечей я хочу сказать что он подозревает наличие соперника в связи с этим и связано его пропадание или то есть ревность и ревность конечно же он именно подозревает что есть какой-то другой мужчина возможно накрутил себя такое часто бывает причем девочки я практике убедилась что мужчины выдумывать себе соперников начать значительно чаще и больше чем же женщины поэтому здесь именно ревность ревность неуверенность себе у него есть хотя мужчина собственно по характеристике очень уверены в себе но пока видимо он не владеет информацией то есть как-то он хочет узнать я так думаю через кого-то через ваших друзей и знакомых потому что здесь слежки за вами я не вижу я не вижу чтобы он за вами следил вот но тем не менее информацию как-то он узнавать будет потому что он естественно раз уж он будет делать два действия будут с его стороны к вам то есть шаг он сделает реально но не сейчас девочки то есть вот пятерка мечей все-таки говорит о том что сейчас а конкретно шага не будет с его стороны то есть я понимаю что вы ждете но сейчас не будет потому что он ревнует он не уверен в себе он считает что есть соперник может быть действительно если а может быть и нет но я вам здесь девочки не советую сейчас бросаться писать ему кучу сообщений или звонить и говорит говорить о том что у вас никого нет а по той простой причине что у него есть некоторые сомнения неуверенность себе это во первых во вторых я вижу его действие да подождите пока он начнет действие хотя действовать он начнет не так быстро как вам хочется по старшему аркану звезда это то есть будут действия будет примирение восстановление возобновление отношений девочки но старший аркан звезда это аркан медленный хотя и очень хорошая это карта исполнения всех желаний но по старшему аркану звезда это через три месяца или осень вот так что дайте мужчине возможность я понимаю для некоторых возможно три месяца это очень долго но я считаю что мужчине этот период нужен для того чтобы действительно все осмыслить осознать понять до узнать какую-то информацию да и вообще девочки должен же быть то есть мужчина достаточно сильно вполне в состоянии сделать шаг для примирения просто если вы сейчас сами начнете звонить писать то вы только испортите ситуацию честно говоря то есть он сам должен прийти к этому решению сам должен совершить действие потому что он хотя бы на том простом основании что он мужчина позвольте ему действовать не нужно сейчас принимать никаких шагов вообще никаких ничего абсолютно вот он пишет отвечайте не пишет не отвечайте причем отвечаете коротко и четко по ну на те вопросы на которые он задает ответ ответ ну да ответы на те вопросы которые он задает собственно то есть не нужно если он там одно слово написал в ответ ему там целую простыню писать конечно нет если он написал одно слово напишите половину слова то есть вы всегда должны писать меньше чем мужчина вот этот момент имейте ввиду пусть узнает у друзей и знакомых пусть как-то что-то делает узнает как-то информацию действует потому что мужчина реально вот этот мужчина он завоеватель по жизни если он вас не будет завоевывать вы просто ему будете неинтересны он должен вас завоевать и честно говоря вот с этим мужчиной ему нужно вот эту ситуацию завоевания устраивать постоянно то есть если вы хотите с ним быть нужно чтобы он вас добивался каждый день буквально да есть специальные курсы в интернете сейчас масса то есть я специально этим не занимаюсь естественно я все это знаю как и что делать иногда я даю какие-то советы в своих видео конкретно что делать вот сейчас я вам дала совет не пишите не звоните сами в ответ на его сообщение я же говорю если он одно слово написал пишите половину слова и пусть догадывается это тоже интрига это интрига ну вот уходите от ответа то есть на прямой вопрос если он спрашивает у тебя что появился другой уходите от ответа переводите разговор куда-нибудь в другую сторону с чего ты взял например почему ты так думаешь то есть вопросом на вопрос очень даже стоповом ну то есть как то вот так и пусть думает с одной стороны как бы вы и не подтверждаете данную информацию с другой стороны не даете ему конкретного ответа что естественно вот этого мужчину конкретно будет распалять да и у него будет больше желания возникать вас добиться то есть вы не думаете если он сейчас вот чувствует соперника чувствовать свою неуверенность что он так и будет дальше сидеть нет он просто все обдумывает он просто все обдумывает на предмет того а нужны ли нужны ли вы ему да зачем что делать какие действия будет перевести да то есть вот это все он все обдумает и причем мужчин этот и это он способен действует быстро удивительно конечно он три месяца будет думать не думая что он три месяца будет думать скорее всего у него есть какие-то дела что выuj或者 ходить целую или ноут заботы не думала То есть, если он захочет получить информацию у вас, он ее получит прямо через 5 минут. То есть, было бы желание, потому что мужчина огненный. Поэтому я считаю, что вам здесь ситуацию торопить не стоит. Именно самой проявлять какие-то действия тоже не стоит. Пусть добивается. Я тут вижу, что действительно он будет добиваться. Какие конкретно будут действия, то есть, будут ли действия с его стороны, да, будут чуть попозже, не сейчас, но он своего добьется любой ценой. Здесь еще по пятерке мечей. И какие будут действия с его стороны? Он будет вас завоевывать, он будет вас добиваться, он будет делать шаги, действия. Многие женщины об этом только мечтают. Поэтому подождите, наберитесь терпения. Вот здесь я хочу сказать, вам нужно терпение. Перспектива отношений очень хорошего. То есть, он вас добьется не просто так, не с легкостью вы ему достанетесь. Он будет вас ценить по четверке жезлов. Это будут стабильные отношения. Отношения перспективные. То есть, здесь есть по четверке жезлов и перспектива брака. То есть, помолвка, свадьба, брак. То есть, отношения серьезные и стабильные. То есть, действительно, тогда я вижу ваши реальные перспективы. Если у вас, к примеру, действительно, ну, скажем, если у вас был брак, да, и у вас произошел развод, ничего, тоже пусть добивается, пусть добивается, по крайней мере, он начнет вас ценить. Дело в том, что, понимаете, девочки, если у вас, к примеру, был брак или длительные отношения с мужчиной, вы расстались, то здесь не получится восстановить отношения. То, что было раньше, уже не будет никогда. Только начало отношений с чистого листа. Так начните их реально с чистого листа. Пусть добиваются. Вот такая прекрасная, девочки, здесь позиция, перспективы замечательные для любого формата отношений. То есть, неважно, пропал ли ваш мужчина без объяснений, или у вас реально 40 конфликтов расставания, разрыв, развод, или вы просто загадали мужчину, который нравится, и вот он не делает никаких действий. Имейте терпение. Причем, с вашей стороны, здесь вообще ничего не нужно. Он хочет добиться, он уже сейчас хочет, да, хочет добиться, он вас добьется любой ценой. При этом, при всем, даже если вы в браке, он все равно добьется. Для него даже это еще и еще больший стимул. Ну, скажем, если вы в браке с другим мужчиной, да, загадали этого мужчину по какой-то причине. Я хочу сказать, что он в любом случае добьется, добьется не только вас, но добьется именно тех отношений, которых он хочет. Потому что мужчина огненный и привык всегда добиваться, то есть даже если он на это потратит несколько лет, все равно однозначно он добьется того, чего хочет. Поэтому не нужно здесь никаких действий. Наоборот, даже чем меньше действий будет с вашей стороны, тем сильнее он будет хотеть вас завоевать. Обращайте, девочки, внимание на подсказки, которые появляются вверху. Это ссылочки на другие мои видео, которые помогут вам в любой вашей жизненной ситуации. А также выбирайте у меня на канале свою сказку на ночь. И переходим к следующему королю. Ну, это король кубков. Король кубков такой добрый, веселый, чувственный, очаровательный. Часто по кубкам идут такие мужчины, действительно, которые пользуются успехом у женщин. Будут ли шаги с его стороны? Когда, какие и перспектива. Ваших отношений. Я у вас вижу другого мужчину. Понятно, что у меня тут все короли задействованы, поэтому о возрасте говорить не буду. Не факт, что этот мужчина молодой. Хотя это тоже возможно. Здесь по рыцарю Пентакли это мужчина моложе 35 лет. То есть я хочу сказать, что просто вы оставите такого очаровательного, доброго и хорошего короля кубков и начнете строить отношения с рыцарем Пентакли. Вот то, что я вижу в перспективе. Это мужчина, у которого черные волосы, темные глаза. Мужчина обеспеченный, богатый, практичный, продуманный. Вот такой мужчина у вас впереди. Возможно, он уже сейчас есть в вашей жизни. И вы, возможно, загадали короля кубков. Просто посмотреть, да, что там. Возможно, вы замужем, да. Здесь тоже это возможно. Поэтому здесь выходит другой мужчина. Потому что здесь серьезные, стабильные отношения. Ну, давайте посмотрим именно со стороны короля кубков. Да, действия будут. Причем будут в ближайшие 9 дней девочки по девятке кубков. Будет это, какие будут действия. Это будет, скорее всего, либо какая-то помощь, поддержка с его стороны. Может быть, даже финансовая. Ну, потому что вы же все разные, да. Я же не знаю, кто вам этот король кубков, которого вы загадали. Вот. Но, скорее всего, это будет СМС или сообщение где-то в WhatsApp, в Viber, в социальных сетях. Я не знаю, как вы с ним общаетесь. То есть, это, скорее всего, именно сообщение. Может быть, звонок, но по шестерке Пентакли чаще всего это именно письмо. Да, но письмо я имею в виду сейчас же совершенно другой век. Естественно, не написанное от руки в конверте. Вот. Будут ли действия? Действия с его стороны будут, но по десятке жезлов. Дело в том, что он упирается в стену. То есть, действия он делает. Скорее всего, я тут вижу и объяснение, или признание в чувствах с его стороны. Либо просто вы почувствуете. То есть, не обязательно он будет писать о своих чувствах. Возможно, вы их просто почувствуете. То есть, чувства у него к вам есть и очень сильные. Но он упирается в стену. То есть, я так понимаю, вы загадали мужчину, который вам не нужен. Либо вы замужем за другим мужчиной. То есть, получается, что он пытается. Действия с его стороны будут. Я уже сказала, это будет какое-то сообщение. Еще варианты я также перечислила. Но действительно, он упирается в стену. То есть, отклика от вас он не видит. Он, честно говоря, мечтает о том, чтобы вы хоть какие-то чувства в отношении него проявили. Поэтому, девочки, здесь я хочу сказать, он-то действия сделает, он напишет. Но если он вам реально нужен, то хотя бы проявите чувства в отношении мужчины. Потому что он бьется просто лбом об стену. По той простой причине, что я-то вижу у вас другого мужчину реально. Так что смотрите, девочки. Ваша жизнь, ваши отношения у короля кубков к вам чувства есть. А здесь мужчина идет. То есть, в перспективе я ваших отношений с королем кубков не вижу. Я вижу у вас отношения с другим мужчиной. Отношения серьезные, с перспективой брака. Мужчина действительно, либо это ваш муж, либо мужчина, который действительно, как бы, предлагает вам серьезные отношения. Отношения с перспективой брака. Отношения, в которых он будет вас обеспечивать. То есть, мужчина действительно серьезный. Так что выбирайте, думайте, что вам в этой жизни нужно, что для вас ценно. Скажем, если постоянно король кубков пропадает, то это опять-таки говорит о том, что он действительно, как бы, не видит отклика чувственности с вашей стороны. Во-первых. Во-вторых, возможно, характер мужчины такой. Тем более, я у короля кубков, кроме чувств, как бы, ничего не вижу. Я не вижу серьезных намерений. Но здесь ситуацию нужно рассматривать либо лично, то есть, на личной консультации конкретно, почему, да, почему вот он так себя ведет. Скорее всего, если он уже пропадает на какое-то время, то это будет повторяться ситуация. Поэтому, может быть, и правильно, что вы выбираете другого мужчину, по крайней мере, здесь серьезное, стабильное отношение с перспективой брака. Поэтому, я же говорю, думайте, выбирайте. Это ваша жизнь. Что вам нужно, да? Потому что вот у короля кубков, ну, со стороны короля кубков, как бы, именно серьезных намерений, девочки, я не вижу. Чувства, да, есть. А серьезных намерений, не знаю. Или посмотрите на моем канале, то есть, именно, вот, загадайте этого же короля, да, именно на перспективу отношений. То есть, вообще, какие там есть и на полгода, и на год, разные видео, выберите. Чтобы перейти на канал, помните, да, моя фотография и имя Алена Ариас, нажимайте на имя и оказываетесь на моем канале. Вот, посмотрите именно на перспективу отношений с королем кубков, если вы сомневаетесь. То есть, продолжение-то я вижу, но я не вижу отклика от вас. Возможно, действительно вам как-то вот непонятно его поведение или не нравится то, что он не хочет серьезных отношений. Поэтому вот посмотрите какое-то видео именно на перспективы, на будущие отношения с королем кубков, насколько вообще есть перспективы этих отношений. Ну, здесь я вижу, здесь я вижу серьезные отношения, поэтому я же говорю, выбирайте жизнь вашу. Обращайте внимание на подсказки, которые появляются вверху, это ссылочки на другие мои видео, которые помогут вам в любой вашей жизненной ситуации, а также выбирайте у меня на канале свою сказку на ночь. Они действительно волшебным образом меняют вашу реальность. Дальше. Король мечей достойнейший, гордый такой, правильный, открытый, прямо линейный король мечей. Посмотрим, для всех, кто выбрал короля мечей, будут ли шаги, реальные шаги со стороны вашего мужчины. Сделает ли он этот первый шаг. Прям карта вылетела. Сделает ли он первый шаг. Дальше. Когда. Когда он этот шаг сделает. Какой это будет шаг с его стороны. И перспектива ваших отношений после этого шага. Ну, что я вам хочу сказать, девочки, шага реального с его стороны не будет. По старшему аркану луна. То есть, никаких реальных шагов. Наоборот, даже как-то вот он будет от вас дальше отстраняться. Все холоднее и холоднее будут отношения. Но если он сейчас на данный момент пропал, то я хочу сказать, что нет, не будет первого шага с его стороны. Вообще никак. Когда по колесу фортуны, во-первых, колесо фортуны говорит о том, что может быть и так, и так. То есть, ситуация несколько неопределенная в данный момент. Потому что действительно, и так, и так может быть по колесу фортуны. Но, смотрите, он ждет шага от вас. По колесу фортуны это один месяц. То есть, получается, что один месяц. Скорее всего, я бы сказала, что он куда-то уехал. Девочки, то есть, он конкретно куда-то уехал. И именно поэтому вот он пропал. Но в любом случае, девочки, он ждет шага от вас. То есть, перспектива ваших отношений. То есть, если вы сделаете первый шаг, то он приедет. Приедет и будет страстная встреча. Но потом опять расставание. То есть, одна встреча. Здесь больше всего я вижу, конечно, роман на расстоянии. Но, опять-таки, девочки, даже если роман на расстоянии, все равно я не вижу перспектив именно отношений с этим мужчиной, которого вы загадали. То есть, перспектив не вижу. Вот я даже не одну. То есть, я одну карту положила, вторую, третью. Я не вижу перспектив именно отношений. Если у вас 40 конфликтов, расставаний, разрыв, развод, я хочу сказать, что будет одна страстная встреча. Вот. И все. Но вот эта страстная встреча вам ничего не даст. То есть, только больше переживаний вам добавить. И то страстная встреча будет с вашей подачей. Потому что от вас должен быть шаг. Поэтому здесь я хочу сказать, что шага с обе стороны не будет. Но приедет он через месяц. Это если, ну, как бы в том случае, если вы живете в одном городе, в одной стране, да. Ну, просто он куда-то уехал. Вот через месяц он вернется. Вы ему что-то, что-то напишите, возможно. Потому что шаг идет с вашей стороны. Вот. Ну, опять-таки, здесь шаг-то с вашей стороны. Ну, согласится он на страстную встречу с вами. Ну, в общем-то, и все. Он, по-моему, опять уедет. Дело в том, что получается, да. Здесь даже я по тройке мечей. А здесь он уедет. Ну, приедет, приедет еще опять. Ну, то есть, девочки, я хочу сказать, что здесь в перспективе только редкие. Вот по колесу фортуны, по старшему аркану Папеса. Вот, по рыцарю мечей. Редкие страстные встречи могут быть. И еще у мужчины я вижу меркантильный интерес к вам. Конечно, не сто процентов, потому что я понимаю, девочки, что вас много. Вы все разные. Так, я еще выложу карты на перспективу, да. Трансформация. То есть, видите, у него дорожки. Дорожки падают по старшему аркану смерти. Здесь и здесь. То есть, сплошные дорожки. То есть, приехал, уехал, приехал, уехал. Как-то так. То есть, здесь отношений. В любом случае, вот какой бы ни был у вас формат, именно отношений, даже если вы были в браке, девочки. Я хочу сказать, что да, с вашей подачи он появится. То есть, если вы будете что-то писать или говорить, да, что-то как-то. Он появится. Это будет реально страстная встреча. И все, он опять уедет. Даже если вы в одном городе живете, как-то вот, ну, не будете видеться. Причем, вот, я больше, конечно, у него вижу именно, может быть, работа у него связана с постоянными поездками. Ну, я вижу постоянные поездки. Встречи могут быть здесь раз в месяц. Но просто страстные встречи. И больше ничего. То есть, конкретно отношений я не вижу. Даже если они у вас были, я же говорю, даже если вы были в браке, или там у вас были длительные, стабильные отношения, может быть, в свадьбе готовились. Разные ситуации бывают. Отношения, кроме страстных встреч, девочки, с этим мужчиной, я больше ничего не вижу. То каждый раз, получается, вам нужно будет делать какой-то шаг для того, чтобы он приехал к вам на встречу. А потом, после этой встречи он уедет. Опять никакого общения у вас будет. Переживаем. Потому что, действительно, я общения не вижу между встречами никак. Только встречи, поездки и расставания. Так что, вот такая ситуация здесь с королем мячей. Вот такой нестабильный, неспокойный король мячей. То есть, весь такой в делах, в заботах, в разъездах. Вот, ну, в принципе, я хочу сказать, даже если, скажем, он работает в полиции, да, то есть, это постоянная работа, то есть, он постоянно на работе. И вот раз в месяц он может приехать к вам на встречу. Ну, и все, собственно. Работы достаточно много у человека. Ну, или другая работа, да. Потому что, я, конечно, здесь вижу именно поездки, связанные с работой. Не обязательно, я же говорю, что он обязательно в другой город или в другую страну уезжает. То есть, совершенно это не обязательно. Просто, просто я хочу сказать, что с вами у него будут только страстные встречи. То есть, он к вам будет приезжать не чаще, чем раз в месяц и все. То есть, восстановление отношений не произойдет. Вот такая ситуация, девочки. Обращайте внимание на подсказки, которые появляются вверху. Это ссылочки на другие мои видео, которые помогут вам в любой вашей жизненной ситуации. Также выбирайте у меня на канале свою сказку на ночь. Они действительно волшебным образом меняют вашу реальность. И переходим теперь к королю, к такому постоянному, верному, надежному королю Пентакли. Посмотрим, сделает ли ваш мужчина первый шаг. Или все, конец отношения. Посмотрим, сделает ли реально мужчина первый шаг. Когда он его сделает. Какой это будет шаг. Перспектива ваших отношений. Ну, что я тут хочу сказать. Да, мужчина сделает первый шаг. Но пока, учитывая, что это король Пентакли, он в раздумьях. Вот король Пентакли, да, он долго будет думать. Взвешивается за и против, собственно. Сделает он шаг через три месяца. Это будет по восьмерке жезлов. Ну, для начала сообщения, потом может быть и звонок, потом приезд. То есть, страстная встреча будет. Но здесь и по восьмерке жезлов будет и то, и то, и то. То есть, и напишет, и позвонит, и приедет. То есть, встреча будет зависеть от того, какой формат отношений. Планирует он, честно говоря, с вами примирение, полное примирение, восстановление отношений. Но пока он в раздумьях. То есть, он в полной неопределенности. Он не знает, как лучше сейчас, на данный момент поступить. А в перспективе ваших отношений, смотрите, девочки. Я вижу, во-первых, у вас другого мужчину, светленького. Это мужчина, светлый шатен, с голубыми или зелеными глазами. Учитывая, что все короли у меня участвуют в раскладе, поэтому про возраст я не говорю. По рыцарю чаще всего это мужчина младше 35 лет. Но я же говорю, учитывая, что все короли задействованы, он может быть и старше. Так что здесь, собственно, я вижу у вас роман с другим мужчиной. То есть, пока там король Пентакли думает, созревает для серьезных отношений, созревает для того, чтобы сделать вам предложение руки и сердца, через три месяца именно это вижу. Вы начнете роман с другим мужчиной. Потому что три месяца это достаточно долго. В принципе, ничего удивительного нет. Ничего я вам здесь советовать не буду, потому что ваша жизнь. Хотите, ждите, пока созреет король Пентакли. Именно для того, чтобы сделать вам предложение руки и сердца. Я его тут вижу через три месяца. А вот через три месяца на четвертый, да, появится он раньше, чуть-чуть, ну, к концу третьего месяца. А вот, а предложение чуть позже. Будете выбирать между двух мужчин. А скорее всего, девочки, у вас сейчас уже двое мужчин, и вы выбираете между двух мужчин. Вот, мало того, что он в раздумьях, да, вот, и у вас стоит выбор между двух мужчин. Между королем Пентакли и рыцарем Кубков. Не обязательно это рыцарь, может быть, это король. Еще раз говорю, что у меня все короли задействованы, поэтому здесь не обязательно мужчина молодой. Может быть, молодой, может быть, молодой. Вот. Но я так думаю, что и вы добавляете ему неопределенности. Так что выбирайте. Здесь, честно говоря, выбор за вами. Король Пентакли, которого вы загадали, настроен серьезно. Шаги с его стороны будут, но почему-то именно через три месяца. Либо он действительно столько времени будет думать обо всей этой ситуации, либо столько времени будет ждать решения от вас. Вот. Хотя здесь я вижу шаги именно с его стороны, не с вашей. Вот. В принципе, даже учитывая, что у вас есть поклонник, со стороны короля Пентакли, шаги все равно будут. Так что, я же говорю, действия от вас здесь никаких не требуется. Ждите, я же говорю, либо ждите, пока созреет король Пентакли, потому что только через три месяца он созреет на какие-то действия. Вот. Дело в том, что даже если вы какие-то действия начнете делать его сторону, но смысла в этом нет. Дождитесь его действий. Либо уже стройте отношения с рыцарем кубков. С рыцарем кубков я не вижу, не вижу отношений, хотя я так думаю, что двух королей, наверное, вы загадывали. Вот. То есть, действительно, с рыцарем кубков я отношений не вижу, по крайней мере, серьезных. Король Пентакли настроен серьезно, но действия именно через три месяца. Так что, думайте, решайте, времени у вас достаточно. Оценивайте. То есть, не делайте действия, а смотрите по действиям мужчин, какие они делают действия, оценивайте. Ставьте плюсики, галочки. Зачет, не зачет, да. Ну и выбирайте, я же говорю. Самое главное, чтобы вы сами понимали, чего вы от жизни хотите. То есть, определитесь сами. Не просто, какого там мужчину, или какой лучше, да. Определитесь конкретно, чего вы в жизни хотите. Какого вы хотите мужчины. Серьезного или чувственного. Практичного или веселого. Да, ну то есть, определитесь сами, чего вы хотите. Тогда вам будет легче сделать выбор. Тогда вы не будете метаться между двух мужчин. Понятно, что всем бы хотелось, конечно, чтобы был и богатый, и серьезный, и при этом чувственный, и в любви объяснялся, и подарки дарил. Ну, так не бывает. Поэтому, то есть, это совершенно разных два короля. Два разных мужчины, два разных характера. Вот, может быть, у некоторых даже проиграется, что начнется у вас, то есть, это будет ваш поклонник, начнется у вас роман с этим мужчиной, тут появится король Пентакли, со своими действиями, да. Вы будете и с одним, и с другим мужчиной встречаться. Вполне возможно. Вот, потому что здесь я вижу чувственные встречи. Вот, в принципе, рыцарю кубков, по большому счету, вам лучше нечего предложить. Вот. Также, девочки, ну, в общем-то, мне здесь просто уже больше нечего добавить. Я думаю, тут ситуация и так понятна. Обращайте внимание на подсказки, которые появляются вверху. Это ссылочки на другие мои видео, которые помогут вам в любой вашей жизненной ситуации. А также выбирайте у меня на канале свою сказку на ночь. Они действительно волшебным образом меняют вашу реальность. Также, девочки, я в начале видео не проговорила. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные расклады. И премьеры на моем канале обязательно оставляйте под видео свои комментарии. Мне важно ваше мнение. И очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. Также, девочки, вы можете обращаться ко мне за личным раскладом, личной консультацией. Пишите на вайпер или ватсап, только смс, только на вайпер или ватсап. Контакты смотрите либо внизу под этим видео, либо на заставке к данному ролику. Консультации, естественно, платные, девочки. Бесплатную помощь вы можете получить по любому вопросу на моем канале. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Внизу под этим видео есть моя фотография и мое имя Алена Ариез. Нажимаете на имя и оказываетесь на моем канале, где вы действительно, реально можете по любому интересующему вас вопросу найти действительно помощь. Потому что я в каждом видео не только рассказываю вашу ситуацию, а кроме того, еще и стараюсь вам помочь. Конкретно даю какие-то советы. А также, девочки, конечно же, сказки на ночь, которые действительно волшебным образом просто меняют реальность. Почитайте отзывы. Я и в комментариях читаю, и девчонки на WhatsApp мне пишут. Ну, просто фантастические результаты. Причем у многих, да, то есть это не единичные результаты. Сказки причем там разные. И на удачу и успех, и на конкретного мужчину, и на нового мужчину. И на здоровье, и на снятие негатива, и на похудение. На похудение смотрите, где на убывающую луну, и на новолуние. Сейчас новолуние. Опять-таки, зависит от того, когда вы смотрите данное видео. Я имею в виду, в тот день, когда видео опубликовано, это новолуние. Итак, девочки, счастливая карта для исполнения всех ваших желаний, естественно, для всех, кто подписался на мой канал, и поставил лайк под этим видео. Загадали желание. Теперь почувствуйте прилив счастья, радости, удачи. Ваше желание исполнено уже. Ощутите, что ваше желание исполнено. Итак, счастливая карта. Ну вот, видите, настроились хорошо. И сразу Туз Пентакли. Туз Пентакли говорит о том, что все ваши желания исполнятся самым наилучшим образом. Это карта исполнения всех желаний. Так что, почувствуйте. Даже вот энергетика такая особенная идет от Туза Пентакли. И пока я с вами общалась, пока я вам все рассказывала, выпала еще одна карта. Очень хочу ее посмотреть. Девочки, второй Туз. Так что, однозначно, все ваши желания будут исполнены, причем быстро. И действительно принесут вам массу удовольствия. То есть, само исполнение желания. Чего я вам искренне и от всей души желаю. Также желаю вам, девочки, счастья, радости, удачи. Всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариас. До скорых встреч на новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok